Всем привет! С этой избитой фразы я с удовольствием приветствовал вас почти каждый день, начиная с 7 сентября 2017 года. Но сегодняшний мой привет особенно пламенный для 53% подписчиков из России. Сборную России и российские клубы убирают из FIFA 22, и может быть даже из остальных частей игры, которая даст бог увидят свет. Эта информация не фейк и не запугивание, а самое что ни на есть официальное заявление EA Sports, появившееся на официальных ресурсах разработчиков игры. Процитирую вам сообщение от EA. EA Sports остается солидарной с украинским народом, как и многие голоса в футбольном мире призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Вместе с нашими партнерами из FIFA и UEFA EA Sports иницировала процесс удаления сборной России и всех российских клубов из продуктов FIFA от EA Sports. FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Мы также активно оцениваем соответствующие изменения в других областях нашей игры. Мы будем держать наше сообщество в курсе любых предпринятых действий и благодарим игроков за их терпение, пока мы работаем над этими обновлениями, говорится в заявлении. Если вдруг, мой дорогой российский зритель, из заявления EA тебе непонятно, почему же разработчики приняли такое решение, то повторю еще своими словами и без официозов в заявлениях. Россия ведет войну против Украины. Страшную войну, в которой гибнет мирное население мирных и цветущих украинских городов. Вот этот взрыв в Киеве случился прямо на моих глазах, и он унес жизни ни в чем не повинных людей. Российская армия бомбит жилые дома, больницы, их целью становятся даже машины скорой помощи, спешащие на вызов. И пока вы в России спокойно катаете свой очередной матч в FIFA, вся Украина, сплотившись против немотивированной и ничего не понимающей армии врага, проводит свой самый важный матч в своей истории. Матч не на жизнь, а на смерть. И это самое народное из всех карьер. Надеюсь, параллели понятны. Количество потерь со стороны российской армии каждый день составляют в районе полутора тысяч человек. Среди них могут быть ваши друзья, родственники, знакомые или просто чуваки, с которыми вас сводила судьба в онлайн-поединках в FIFA. Они пришли спасать Украину, которую не было от чего спасать, кроме как от такой в кавычках дружественной и братской любви России. Спасайте лучше сами себя, пока не поздно. Отдельной строкой хотелось бы обратиться к российским FIFA-блогерам, которые делают вид, что ничего не происходит и пилят капец какие важные видосы о том, как они ловят карточки или проводят свои увлекательнейшие шоу-матчи. Если у вас будет возможность, просто сбросьте им куда-то в личку это видео. Может быть, это заставит их ненадолго задуматься. Чуваки, если вы не верите во все многочисленные доказательства того, что в Украине сейчас идет настоящая война, которая стирает с лица земли украинские города и уносит жизни мирных жителей, то пусть вас хоть ненадолго заставит задуматься решение EA удалить из FIFA сборную России и клубы. Благодаря FIFA вы стали популярными, стали зарабатывать бабки, стали что-то представлять из себя в этой жизни. Футбольные симуляторы стали родителями вашей успешной блогерской карьеры. А родителям нужно верить. Они знают, что в Украине сейчас война, а никакая не спасительная спецоперация. И хотя бы так пытаются донести это до вас. Но если вы все понимаете и просто молчите, делая вид, что ничего не происходит, то это еще страшнее. У вас есть много подписчиков из Украины и своим молчанием вы навсегда станете для них предателями. И вы это уже не сможете изменить никогда. Сегодня мы, украинцы, живем в такой реальности, что каждое просмотренное или снятое видео для нас может стать последним. Но мы верим в лучшее, ведь мы сильные и у нас все получится. Эту страну не победить. Поддержать украинскую армию вы можете по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Берегите себя и надеюсь, что когда-то услышимся. Пока.